Я щас я разобью тебя. Эй, ну чего вам? Ну что я сделаю в одежде? Мы журналисты. Фурналисты они нашли. Субтитры сделал DimaTorzok Где-то спустя две недели моей трудовой деятельности я задала такой вопрос. Нашей старшей медицинской сестре операционного блока. Почему мы пользуемся просроченными медицинскими материалами в работе с таким глубоким сроком просрочки? На что мне сразу последовал ответ. Заткни свой рот и не задавай больше таких вопросов. Это не твое дело. Здесь распоряжение все выдаю я. Вот этот шовный материал мы используем для шитья сосудов, нервов и так далее. Вот, например, Пролен 6.0. Просроченный в 2011 году. 10 лет. 2004 года просрочки. Представляете, чем мы работаем? Это ужас. Так работаем и с детьми, и со взрослыми. А выхода у нас нет. Нас к этому принуждают работать. Таким шовным материалом. Вот так у нас происходит стерилизация. Формалином губки гемостатические, шовный материал. Губки, которые одноразовое использование. Нас принуждают для того, чтобы экономить. Потом мы все пропитанное формалином ставим в человеку. Чем вообще чревато использование просроченных материалов? Нагноение ран, менингиты, сепсисы. Это категорически запрещено делать. Я пришла туда работать в другой больнице, где этого просто не было. Для меня это было чуждо, понимаете? Поэтому я, даже не подумав о последствиях, задала этот вопрос. Просто в определенный момент сказала, что Радик, я уже не могу. Я на них напишу. Я говорю, подожди, пока не надо. Сейчас вот эта пандемия, опять второй виток начинается. Но явно не до этого будет. Ну, она в итоге настояла, написала. И тут началось вот это вот давление на весь коллектив. Они все пытались вызвать, кто написал эту претензию, кто зачинщик. Они не говорили. И она честный человек. И она просто долго не смогла врать. Глядя в глаза. Она через буквально там дня четыре сказала, что это я написала. Они давили жестко на весь коллектив. Говорили, если найдем, кто из вас суп написал, мы вас уволим. Вы здесь, в этом городе, по медицине точно не будете работать. И вот когда она созналась, тут же пошла, написала по собственному желанию уволения, надо отработать две недели. Вот начались ужасы. Каждый день приходила слеза. Первый день приходят, Радик говорит, они, юристы травматологии, сказали, что меня посадят на десять лет. У меня глаза круглые. Я говорю, с чего это на десять лет-то вдруг как-то так. Да вот, говорит, за подстрекательство коллектива. Но она еще, понимаете, никогда не привлекалась. Человек честный, порядочный. Для нее это был шок сильный. На десять лет посадят там. На второй день приходят еще хлеще. Радик, они мне сказали, еще пять лет добавить. В общей сложности сказали, ты, говорит, сядешь у нас на пятнадцать лет. Пять лет еще за клевету на начальство. Когда она уже плакала, приходила домой, говорила, Радик, я не хочу на работу. Она мне сказала, Радик, я хочу написать, завтра пойду, говорит, чтобы меня отстранили от дополнительной работы. То, что ей по закону положено, она все равно увольняется. Ей нет смысла, там, гнаться за этим, рублем или что еще, сменами. И в итоге аудиозапись даже разговора есть. Она заходит на Твичок, адекватно все разговаривает. И говорит, я бы хотела отказаться, это я, говорит, вправе, это мое право отказаться. Сейчас, говорит, посмотрим. А в итоге, не, не могу я тебя отпустить, работай дальше до конца. Если бы она, может, пошла навстречу, не стала ее мучить до конца, то она бы просто каждый день до трех бы отрабатывала, и ничего бы этого не было. А тут ей приходилось еще, и ночи ей наставили, и сутки, короче, они по сутке порой работают там. Нам нельзя было ходить в отдел кадров, к примеру, запрашивать какие-то справки, даже вот эти справки 2НДФЛ, да, расчетные листы. Мы не имели права на руки получать. То есть, когда мы приходили в отдел кадров там или куда-нибудь, да, нам говорили все вопросы к старшей медсестре. То есть, потом был звонок к старшей медсестре, почему твои приходят сюда, разъясняй им сама. Могли унизить на планерке. Обзывали? Да, обзывали. Даже могли сказать мне, например, где мы в Сестринской пьем чай, не иди отсюда, пошла отсюда на рабочее место. Вот такое было, вот место быть. Каждый день уходила и плакала. И я не одна такая, нас много. Не умеешь работать, о том, что ты без руки, о том, что ты, ну, как сказать, ну, ничтожество. То есть, туда приходишь, как на каторгу. Вот лично я приходила туда, как на каторгу, это ни больше, ни меньше вообще. Я обоих погибших знаю. Я с ними работала. Ну, что могу сказать о них? Я могу сказать, что это были очень прекрасные люди, добрые, добросовестные. Никогда у них никого, никогда не было конфликтов. У них я не знала, чтобы они с кем-то, что что-то могли не поделить или что. Они всегда как-то находили общий язык. А вы жаловались? Да куда там жаловаться? Там все боялись, никто никуда не жаловался. На работу идешь, плачешь, с работы идешь, плачешь. Идешь то, что надо, а так. Вот они говорят, вот они больные, диагноз у них. А люди загоняются в такую обстановку. И ты не видишь, ты не видишь на самом деле дальнейшего выхода из этой ситуации. Ты просто брошен, раздавлен, растоптан, брошен. Идет профессиональный прессинг.